Яркая внешность, ум и талант. В Чебоксарах в день российского студенчества состоялся 15-й межрегиональный фестиваль Татьяна Поволжья 2018. Участники конкурса, студентки ведущих вузов на Волге и, конечно же, обладательницы имени Татьяна. В том, как трудно выбрать лучшую из лучших, убедился Рифат Фадкулин. Под яркий свет софитов и вспышки фотокамер на сцену вышли самые яркие звезды Поволжья. Модельные внешности вполне позволяют девушку мечтать о мировых подиумах. Однако сам фестиваль изначально задумывался не как конкурс красоты, а как конкурс талантов. Рассказы о родном крае, презентация социальных проектов, танцы, театральные этюды. Татьяна было в чем посоревноваться. И делали они это вполне профессионально, артистично. И выразил уверенность в том, что этот замечательный проект будет и дальше развиваться. Сегодня со стороны органов власти делается очень много, чтобы создать благоприятную и комфортную среду, чтобы вы могли получать разную информацию, прежде всего полезную и интересную, для того, чтобы открывались таланты. Тема дефиле этого года «Мифический герой моего края». Самобытные костюмы, уникальные украшения только подчеркнули красоту участниц. Битва за звание королевы красоты началась еще за неделю до финала. За своих любимец группа поддержки в интернет-голосовании оставила не одну сотню голосов. Приз зрительских симпатий досталась нашей землячке Татьяне Соколовой. Этот праздник не только Татьян, не только студентов, но и нас, людей, которые гораздо взрослее большинства сидящих в этом зале. Почему? Потому что в нашем университете говорят, бывших студентов не бывает. Все мы в душе студенты. Если ты продолжаешь учиться всю жизнь, то это твой профессиональный праздник. Жюри учитывало все – и знания родного языка, и традиции своего региона. В итоге новой обладательницей короны и звания Татьяна Поволжья стала Татьяна Мешкова из Пензы. Победу будущему юристу принес монолог о княгине Норчатке, героине старинных легенд края. В 13 веке правила на берегах Мокши княгиня Норчатка. Была она молода и красива. Скакала на лошадях, как коза, держала слуг 300 человек. Победительница получила не только корону Татьяны Поволжья, но и право провести конкурс в следующем году у себя в ВУЗе. Рифат Фаткулин, Расиль Мухаммедов, Республика.